Теплоэнергетики Депутаты городского маслехата не удовлетворены качеством ремонта дорог на некоторых улицах Актубе. Об этом они высказались в ходе специального рейда. Нарекания народных избранников вызвали отремонтированные в 2017 году участки дороги на улицах имени Красина и Космодемьянской. Но задать свои вопросы народным избранникам было некому. Первые руководители отдела автодорог, представители подрядной организации технодзора в рейде, как ни странно, не участвовали. Что сделано, как потрачено, какие стандарты соблюдены. Поэтому я считаю, что это безрезультатно на сегодняшний момент. Это неправильно. Они должны были прийти и соответствующие отчитаться перед ними. Перед нами вернее. Каким образом, дед? Внешне, визуально. Я вот проехала, например, я тоже считаю, что недостаточно, особенно обочины. С 1 октября на сливных станциях АО «Акбулак» введена талонная система обслуживания. Но водители осенизаторских машин, их в городе более 100, с таким решением монополисты не согласны и выразили свое возмущение новыми правилами. В городе в настоящее время действует три специализированных пункта приема отходов жизнедеятельности человека на 41-м разъезде, в промзоне и в районе поселка Кирпичный. Ранее осенизаторы сливали стоки в обычные канализационные колодцы. При этом каждый из них оплачивал сумму в 15 тысяч тенге ежемесячно. Этого было достаточно, чтобы заниматься оказанием такого рода услуг населению. С сегодняшнего дня ситуация изменилась. В связи с введением сливных станций с начала года текущего года АО «Акбулак» получил возможность принимать осенизаторские машины для слива сточных от неканализованных районов и вести полный учет. Будет применяться действующий тариф и в тот момент тариф населения применялся и, соответственно, каждый въезд будет уже фиксироваться. Вот он заехал, трехкубовую машину, допустим, трехкубовый талоном он заезжает. Кубы, получается, один куб стоит 71 тенге 84 тенге. Это по группе населения. Не учитывая в том, что они зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и заключились с нами как индивидуальные предприниматели, мы понимаем, что 80% они эти стоки принимают от населения. Соответственно, мы им применяем тариф населения. Международный день пожилых людей отметили 1 октября в Центре социального обслуживания номер 1. Так, с недавнего времени называется госучреждение «Дом престарелых и инвалидов». Работники центра организовали концерт и приготовили подарки для самых активных подопечных. В соцучреждении сегодня проживают 230 человек. Это люди преклонного возраста и инвалиды первой и второй групп. Как правило, здесь находятся те, от которых отказались родные или у кого их совсем не осталось. Сначала было хорошо, но в данный момент оказалось плохо. Похоронила родителей, следом похоронила детей. У меня было три мальчика. Все умерли от болезни в большом возрасте. Самому младшему было 25, самому старшему было 48. Я оказалась вслепая на улице. Ну вот я оказалась в этом доме. Сделали мне операции. Два глаза сделала, химиотерапию прошла. Рада, что попала в этот дом. Во вторник в Актюбе прошли антитеррористические учения, организованные Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом. На этот раз учения проходили в микрорайоне Батыс-2. По информации пресс-службы ДВД, мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера. Дома, подготовленные к отопительному периоду, уже могут подключаться к отоплению. Об этом 2 октября заявили теплоэнергетики. Сейчас в городе насчитывается 2058 жилых домов, но пока не все получили в Трансэнерго акты готовности. Школы и детские сады уже стали подключать к системам отопления. Отопительный сезон для жителей домов официально стартует 8 октября. К этой дате будет готово и соответствующее постановление главы города. Что касается готовности города к зиме в целом, по данным теплоэнергетиков, ситуация стабильная. Системы к запуску готовы. Также мы можем давать тепло и всем жилым домам, которые сами захотят. Не ждать 8-го часа. Они сейчас могут, но они должны просто уведомить наше предприятие. Открывшийся недавно в Ак-Тубе Арбат уже начал доставлять некоторым горожанам не только радость, но и определенные неудобства. Речь идет о закрытых проездах. К примеру, если раньше на проспект Абулхайрхана можно было заехать с улицы Моресева в нескольких местах, то теперь проезд закрыт. Автолюбители недоумевают, для чего нужно было создавать такие неудобства. Чтобы попасть на главный проспект, теперь нужно наматывать круги. А в часы пик на той же улице Моресева наблюдаются пробки. Напомним, протяженность Арбата составляет около двух километров. Пешеходная зона начинается от центрального стадиона и тянется до бульвара Абая. С большими проблемами столкнулись в среду горожане, добираясь утром на работу на собственных авто и общественном транспорте. Огромная пробка поджидала всех на пересечении проспекта Нокина и Кунаева. Хаотично происходило автомобильное движение на новых развязках в районе реконструированного путепровода. Как пояснили в отделе автомобильных дорог, работы на кольце плановые, о них сообщалось заранее. О работе на развязках продолжаются. Схемы проезда были размещены в соцсетях и на страницах газет. В настоящее время требуется отнестись с пониманием к временным трудностям. Все проектные работы были согласованы с ДВД области и вопросы безопасности движения в том числе. На завершение запланированного объема уйдет еще порядка 10 дней, говорят в отделе автодорог. «Были установлены основные знаки. Это «уступи дорогу», «главная дорога». Думаем, что каждый водитель регулирует. Если будет регулироваться дорожными знаками, то может понять. Но и мы ранее в соцсетях выкладывали полностью организацию данной развязки. Основные знаки, которые необходимы на данном кольце, они сейчас все установлены. Только остались информационные знаки. Мы их также доустановим. Это информационные знаки. Просто указываются районные местоположения. Это куда улица Тургенева, где Кирюэн. Такие только информационные знаки. А основные знаки, которые обеспечивают безопасность движения, они все установлены. Пешеходный переход напротив ТРЦ Кирюэн-Сити перенесен на 150 метров от прежнего места. Теперь перейти дорогу в этом районе можно на пересечении улиц Маметова и Ситова-Азнаурэс, где установлены светофоры. По информации городских властей, это сделано для безопасного передвижения пешехода. Некоторые горожане нововведения поддерживают, но есть и те, кто считает, что добираться до центра теперь стало дольше. Вчера женщины мучились здесь, перелазили. А как проходить им туда-сюда потом? Тут ближайших нет пешеходов, ни там, ни тут. Ну как, по-моему, тут люди ходят постоянно сюда в мегу. Пешеход куда бы ходить, с детьми тем более. Далеко же пешеходный переход. Лучше подземный сделали, как в Алма-Ате, в других городах. А что тут? Люди туда, много людей сюда ходят. Мне кажется, намного безопаснее. По светофору, чем по сравнению с здесь. Три полосы, не видно человеку будет. Автобус стоит, проезжает. Намного безопаснее ходить по светофору будет. По расстоянию, почему бы не прогуляться по парку, ничего такого не вижу. Вроде недалеко, в принципе. Зато безопасно. Члены специальной комиссии, созданные из представителей контролирующих органов для соблюдения законности на железнодорожном транспорте, доложили о результатах своей работы. Под пристальным вниманием этим летом оказались в первую очередь перекупщики проездных билетов и нелегальные пассажиры. К работе по выявлению незаконных фактов продажи билетов и проезда пассажиров были привлечены сотрудники транспортной прокуратуры, ЛОВД, санитарные врачи, инспекторы транспортного контроля и представители службы пассажирских перевозок. На сегодняшний день ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны транспортной прокуратуры и нашими работниками данных фактов не выявлено. Перепродажи проездных билетов на вокзале. Все через кассу? Все через кассу, да. Я не беру подарки. Под таким лозунгом в канун Дня Учителя в Ак-Тубе стартовала антикоррупционная акция. Ее организовали сотрудники Департамента агентства по делам госслужбы и местные педагоги. По условиям акции учителя должны отказываться от любого материального выражения благодарности родителей и учеников. Но если раньше нашим любимым наставникам дарили цветы и книги, то сейчас аппетиты некоторых педагогов выросли до специальных подарочных банковских счетов. Департаментом агентства Республики Астам по делам госслужбы и противодействия коррупции по активным совместному управлению образования активным области запускается проект «Я не беру подарки». Акция. Запускается акция «Я не беру подарки». Данное 27 сентября текущего года в рамках конференции по образованию было сделано обращение ко всем учителям Ак-Тубинской области, чтобы поддержать этот проект. И данный проект получил свою поддержку в лице учителей школ Ак-Тубинской области. Крупный пожар произошел в четверг в жилом доме в Ак-Тубе. Происшествие случилось в девятиэтажке на проспекте Абулхайрхана неподалеку от остановки «Космос». Пожар начался примерно в 15.00. В результате сгорело несколько квартир. Официальных комментариев в этот же день по причине инцидента не было, но местные жители утверждают, вначале полыхнуло на третьем этаже, а потом огонь распространился вверх. В классе горел. В классе горел с третьего этажа. Вверх пошел. Пожарные приехали очень быстро. Потушили. А вы кого-нибудь знаете из жителей? Нет, никого не знаем. Мы никого не знаем. Просто мы видели. Пожар начался с третьего этажа и пошел вверх. Видимо, в классе горел. Пожарные приехали быстро. Я сам видел. Они быстро приехали. Оперативно сработали. Так что и большая благодарность нашим. Пожар был ликвидирован в 16.00. По данным ДЧС, при этом было спасено 3 человека, еще 200 эвакуировано. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 37 человек личного состава и 7 единиц техники. В инфоцентре областного Акимата состоялся брифинг по итогам подготовительных работ к предстоящему зимнему сезону. Готовность региона на сегодняшний день составляет 99%. Плановые ремонтные работы по сетям водо-тепло-энергоснабжения завершены. Также созданы запасы 40 тысяч тонн твердого и 3 тысяч тонн жидкого топлива. Кроме того, есть у актюбинцев потребность и в угле. Составляет она для населения 40 тысяч 880 тонн. На сегодняшний день поставлено более 10 тысяч тонн. Этот вопрос находится на контроле. Есть график поставки этого угля. Поставляется этот уголь четырех угольных бассейнов. Это Харажра, Шваркульский, Майкубе и Эквастуз. Вот это четырех угольных бассейнов поставляется твердого топлива. В целях поддержки малого и среднего бизнеса и местных товаропроизводителей Палатой предпринимателей Атамикен совместно с Акиматом города реализуется социальный проект по развитию уличной торговли. В течение текущего года в различных районах города было выделено 34 места для организации уличной торговли. Еще 7 дополнительно появятся на строящемся Арбате. Приоритетными направлениями остаются сервисные услуги, фастфуд и реализация сельхозпродукции местных крестьянских хозяйств без посредников. Также в настоящее время открыт прием заявок на предоставление еще 21 места для уличной торговли. В этом году планируем уже установить и запустить работу. Выделяются земельные участки на 7 лет в аренду. Получается стоимость аренды платы в среднем 15 тысяч за один квадратный метр. В результате пожара в Актубе повреждено 30 квартир. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. В пятницу по факту случившегося начала работать комиссия городского акимата. Чиновники выясняют, какой урон понесли хозяева квартир, охваченных пожаром. В чем причина возгорания и какова сумма ущерба. Как рассказали сами жильцы, если бы не облицовка здания, сделанная под камень, из искусственных материалов, такой площади пожара можно было избежать. Замаким Актубе только признал, что сгоревшая облицовка была сделана из искусственных материалов. В 2013 году была установлена данная конструкция для эстетического вида фасадной части здания. То есть в настоящее время по данным причинам возгорания будет сообщено по результатам только экспертизы. Пока устанавливаются причины пожара и суммы ущерба, городские власти воздерживаются от решений по вопросам оказания финансовой помощи погорельцам. Для пострадавших выделено 40 мест в одной из гостиниц. Вопрос с размещением не стоит так остро. Тем временем сочувствующие жители города могут оказать посильную помощь семьям, оказавшимся без крова и средств. Деньги из бюджета выделиться не могут. Это закон. Но в действительности, если есть у нас люди, горожане, которые сочувствуют, хотят перечислить деньги, то есть фонд «Кулганат». Туда могут они перечислять на оказание помощи. Каждая копейка, которая будет перечислена, она будет подотчетная и будет выделяться по решению комиссии, в которую войдут обязательно журналисты, обязательно сами члены Акимата, общественный совет, представители, почетные граждане. Это будет созданная независимая комиссия, как начнут деньги поступать. Благодарственные письма жителям Актуби, а также полицейским и пожарным, накануне спасавших людей во время пожара в жилом доме на проспекте Абулхайрхана, 73, вручила в пятницу руководство города. Ильяс Испанов провел отдельную встречу с людьми, не растерявшимися в экстремальной ситуации и проявившими подлинный героизм. Мы встречались во все квартиры, выводили людей, мы не думали, что во второй подъезд все это перейдет. И когда я вышел и посмотрел в окно, на окна и увидел, что огонь идет все выше и дальше, мы сразу подбирали в другой подъезд, стали оттуда выводить людей. Ну, в первую очередь, естественно, мы выводили пожилых людей и детей. Детей промрали на руки и выводили быстро. Герои, как бы, это, естественно, мы должны помогать в беде. И из-за этого мы просто сбыли, что такое помощь, мне так кажется, потому что просто человек проходил мимо, помог и сразу сделали его героем. Ты не считаешь, что это было? Нет. Это должен был сделать каждый. Президент Казахстана обратился в пятницу к народу с посланием. Персональная эффективность всех руководителей будет оцениваться благополучием каждого казахстанца, сообщил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. ВВП на душу населения, инфляция и макроэкономические показатели. Эти цифры мы достигаем, чтобы улучшить жизнь казахстанцев. Прошу всех акимов и министров всегда помнить и держать это в голове. Именно по этим параметрам мы будем оценивать персональную эффективность в соответствии с занимаемым должностям руководителей всех уровней. Благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного роста доходов и качества жизни, заявил Нурсултан Назарбаев, выступая с посланием народу страны.